В 1961 году, когда ему было всего 23 года, Майкл Рокфеллер отправился в экспедицию в район Асмад в голландской Новой Гвинеи. Ныне в Папуа в Индонезии. Конец этой истории, скорее всего, так и остался бы неизвестным. Но Рокфеллер был младшим сыном богатого и известного нью-йоркского чиновника, поэтому его таинственное исчезновение вызвало в свое время немалый резонанс. Его миссия заключалась в сборе артефактов для музея первобытного искусства в Нью-Йорке. 19 ноября Рокфеллер отправился в экспедицию за сбором артефактов вверх по местной реке с группой представителей племени Асма. За ним последовал и его голландский компаньон Рене Васинг. Они отправились на Каноэ, чтобы собрать артефакты на близлежащем берегу. К сожалению, Каноэ перевернулось, и оба мужчины потеряли друг друга. Васинг, в конце концов, вернулся в базовый лагерь экспедиции, но Рокфеллера больше никто не видел. Рокфеллера начали активно искать, но, казалось, его и след простыл. Поначалу считалось, что он потерялся в море, но вскоре стали распространяться слухи. Одни страшнее других. Один из таких слухов утверждал, что он был взят в заложники племени Масмонт и в конце концов скончался. Голландское правительство, контролировавшее колонию в то время, провело расследование, но не нашло никаких доказательств, подтверждающих эту теорию. За десятилетия, прошедшие с момента исчезновения Рокфеллера, были выдвинуты различные теории. Некоторые предполагают, что он смог добраться до безопасного места, но предпочел остаться с племенем Асмонт и жить среди представителей его народа. Как бы странно это ни звучало, мы не можем исключить эту теорию, поскольку это племя было довольно интересным. Во-первых, у него богатое культурное наследие с традиционными ритуалами, музыкой и искусством. Асмоты ведут простой образ жизни, большинство из них фермеры. Они полагаются на землю и ее ресурсы, а также занимаются охотой, рыболовством и собирательством. Асмоты также имеют глубокую духовную связь с миром природы и верят, что духи обитают во всех живых существах. У племени матрилинейная система наследования, при которой имущество и статус передаются по материнской линии. Другие утверждают, что Рокфеллера схватили и удерживали индонезийские власти, или что он стал жертвой охотников за головами. В любом случае, правда о его исчезновении до сих пор неизвестна. Единственное, что наверняка известно, так это то, что он был отважным молодым человеком, увлеченным искусством и культурой племени Асмонт. История Рокфеллеров – не единственная трагическая история, произошедшая в тропических лесах. История Перси Фоссета тоже увлекает умы людей уже более века. Фоссетт был британским исследователем и геодезистом, который в начале 20 века отправился на поиски затерянного в джунглях Амазонки города, который, по его мнению, являлся наследником древней цивилизации. Фоссета всегда завораживала идея затерянного города. Он верил, что его руины все еще скрыты где-то в джунглях и ждут открытия со всеми своими сокровищами. В 1906 году Фоссетт отправился в свою первую экспедицию, чтобы найти этот город, но был вынужден вернуться домой из-за отсутствия финансирования. Он продолжал искать затерянный город в течение следующих нескольких лет, а в 1925 году отправился в свою последнюю экспедицию вместе с сыном Джеком и компаньоном Ролли Риммелом. Экспедиция с самого начала шла довольно плохо. Члены команды в пути постоянно болели, им часто встречались враждебные племена и дикие животные. Несмотря на трудности, Фоссетт оставался настроен найти потерянный город и продолжал пробираться все глубже в джунгли. В мае 1925 года команда отправила сообщение, что близка к своей цели. Это было ее последнее сообщение. Некоторые считают, что Перси Фоссетт и его команду захватили враждебно настроенные племена. Эта теория получила широкое распространение в первую очередь, потому что Фоссетт имел репутацию невежливого человека и его предупреждали об опасности в этом регионе. В любом случае, никаких конкретных доказательств к пользу этой теории нет. Еще одна теория заключается в том, что Перси Фоссетт и его команда умерли из-за болезни или потому что больше не могли найти еду. Нет никаких реальных доказательств, подтверждающих это, поскольку они прекратили отправлять какие-либо сообщения о себе. Третья теория заключается в том, что Перси Фоссетт и его команда просто заблудились в джунглях и так они нашли дорогу обратно. Джунгли Амазонки действительно являются одними из самых отдаленных и негостеприимных мест на Земле, и в них легко заблудиться. В некоторых случаях тропический лес может быть довольно дружелюбным, даже если вы отделитесь от своей группы. Но многие туристы посещают национальный парк Мадиди ради захватывающих приключений. Не все так плохо, потому что турагентство в ближайшем городе обеспечивает безопасность посетителей. Хотя в парке могут происходить несчастные случаи, исчезновения посетителей редкие. Однако один 25-летний чилиец по имени Майкл Коросео Акунье исчез при загадочных обстоятельствах в 2017 году. Майкл присоединился к туристической группе и планировал исследовать обширные тропические леса. Однажды гиды пригласили группу принять участие в особой местной церемонии. Они должны были поблагодарить Землю за то, что та пустила их в лес. Странно, но Майкл отказался. Может он устал, а может просто не придал значения местным традициям. В любом случае, когда один из гидов пошел его проверить, парня уже не было. Его искали всю ночь, но так и не смогли найти. Вскоре местные жители выдвинули теорию, что молодой турист оскорбил местных духов, отказавшись участвовать в церемонии. Они даже сказали, что он, должно быть, попал в плен в другое измерение. Местные жители верят, что тропический лес полон добрых и злых сущностей, которых можно легко разгневать, если не следовать местному протоколу. Через девять дней лесники услышали крики, доносящиеся со стороны близлежащей реки. Они завели моторную лодку и отправились на шум. Майкл, заблудившийся в тропическом лесу, к счастью, нашелся всего в миле от кемпинга. Он был слаб, его кусали насекомые, у него опухли ноги, но, похоже, он был в хорошем настроении. Он шутил, что хочет выпить газировки. Майкла перенесли обратно в лагерь и уложили отдыхать в гамак. Остальные члены группы собрались вокруг него, чтобы послушать его историю выживания. Сбившись с пути, он не смог найти реку, которая привела бы его обратно в лагерь. Так что он выживал, следуя за группой обезьян, которые давали ему фрукты, кровь и воду. Со временем суровые условия начали сказываться на нем. Его кусали комары, он голодал и с каждым днем все больше отчаивался. Молодой исследователь вспомнил, что в ночь, когда он пропал, ему в голову стали приходить странные мысли. И он почувствовал, что ему нужно выбраться из леса. Он бежал, оставив сандалии, телефоны и фонарик. В конце концов, он восстановился и понял, что понятия не имеют, где находится. Не было никакой возможности вернуться назад. Не было ни телефона, чтобы связаться с группой, ни фонаря, который мог бы вывести его обратно. Если спросить местных жителей, то, вероятно, они скажут, что это какой-то дух изменил сознание Майкула и действительно перенес его в другое измерение. Но сам парень в это не верит. Он до сих пор не знает, что заставило его так себя повести. В любом случае, ему очень повезло, что он выбрался живым и может рассказать свою историю другим путешественникам. Особенно о своих новых друзьях-обезьянах.